Привет всем, с вами Кико, сегодня у нас в выпуске немецкий стартап, который обещает роботизированную пересадку человеческих голов через 7 лет, закадровый перевод и дублирование видео с помощью ИИ в Microsoft Edge, OpenAI, продолжающая терять сотрудников, которые реально опасаются за человечество, Sony, показавшая свое видение очень ближайшего будущего, и мощный взрыв ракетного двигателя, который произошел на полигоне SpaceX. Все это и многое другое прямо сейчас. Погнали! Начнем мы сегодняшний выпуск с одного очень интересного стартапа под названием BrainBridge из Германии. Это тот стартап, который пару лет назад предложил концептуальную фабрику младенцев, где детей вынашивают искусственные матки. Новая задумка не уступает фантастичностью. Теперь они придумали роботизированную систему пересадки головы на тело донора с сохранением функций мозга. Идея, которая кажется скорее сюжетом фантастического триллера, состоит в том, чтобы многорукие роботы под управлением искусственного интеллекта аккуратно отделяли голову с живым мозгом от тела и пересаживали бы ее на тело донора, соединяя с позвоночником нервами и кровеносными сосудами. Первые намеки на BrainBridge появились год назад, когда стартап написал в X, что занимается новым научным проектом, и до первой операции у них есть 8 лет. А также, что собираются привлечь самых талантливых специалистов, которые помогут преодолеть проблемы современной медицины, например, сложность восстановления поврежденного позвоночника. Они утверждают, что хотят начать деятельность BrainBridge с успешных операций на позвоночнике, а уже потом перейти к трансплантации голов. Также стартап собирается заняться косметической хирургией, пересадкой лиц и кожи головы с минимальным риском отторжения. Не знаем, как вам, но нам эти идеи кажутся, ну уж слишком футуристичными. Хотя кто их знает? Напишите в комментариях, что вы про это думаете, и возможно ли вообще в ближайшем будущем такое учудить. Тем временем, мелкомягкий, а точнее их браузер Microsoft Edge скоро представит новую функцию, позволяющую переводить и дублировать видео в реальном времени на таких платформах, как YouTube, LinkedIn, Coursera и многих других. На текущий момент функция поддерживает перевод с испанского на английский, а также с английского на немецкий, хинди, итальянский, русский и испанский. Microsoft также планирует сделать видео более доступными для пользователей с нарушениями слуха с помощью функции автоматического создания субтитров. Кроме того, Edge будет поддерживать перевод устного контента в реальном времени на новостных сайтах, таких как Reuters, CNBC и Bloomberg. В будущем компания намерена расширить количество поддерживаемых языков и сайтов. Эта функция станет частью расширенного набора возможностей Edge, реализованных благодаря интеграции с Copilot. В настоящее время Edge может суммировать содержание видеороликов на YouTube, но для создания текстовых резюме он использует транскрипцию видео. А вот OpenAI все же продолжает терять сотрудников и не абы за что, а из-за реальных опасений для человечества. Бывшая сотрудница OpenAI сообщила, что 14 мая ушла из компании в связи с опасениями, что разрабатываемый OpenAI искусственный интеллект может представлять угрозу для человечества. Это непростое решение она приняла незадолго до того, как о своем уходе объявили Илья Суцкивер и Ян Лейке, которые руководили ныне расформированным подразделением Superalignment. Сотрудница, которая работала специалистом по разработке политик исследования, заявила, что эти опасения разделяет общественность. Они могут влиять на то, как и кем могут определяться аспекты будущего. И эти опасения не следует неправильно воспринимать, как узкие, спекулятивные или имеющие отношение к созданию и работе ИИ. Один из способов, которым технологические компании могут обезоружить тех, кто пытается привлечь их к ответственности, посеять раскол между теми, кто выражает обеспокоенность или бросает вызов их доминированию. Покинувшие на минувшей неделе OpenAI, главный научный сотрудник и соучредитель компании Илья Суцкивер и исполнительный директор Ян Лейке возглавляли подразделение Superalignment. Оно разрабатывало меры безопасности, предотвращающие выход сильного ИИ из-под контроля. По словам Лейки, компания ставила блестящие продукты выше мер безопасности. Отделу Superalignment приходилось бороться за ресурсы, а выполнять свою работу им становилось все труднее. На этом интриги вокруг OpenAI не заканчиваются. Оказывается, желающих покинуть компанию бывших сотрудников OpenAI вынуждали в кратчайшие сроки подписывать обязательства, никогда не выступать с критикой организации. В случае отказа сделать это бывшим сотрудникам грозила потеря акций OpenAI. В руководстве компании попытались откреститься от этой практики, но документы свидетельствуют об обратном. К настоящему моменту OpenAI, по ее утверждению, все-таки пересмотрела это правило. На следующий день после данной новости гендиректор OpenAI Сэм Альтман опубликовал заявление, заверив, что не знал об этом положении вещей и что в будущем он не допустит такой несправедливости. Ну все, оставляем OpenAI и движемся к Sony, ибо они показали, как видят мир через 10 лет. На официальном YouTube-канале Sony Global опубликовали футуристичный ролик, в котором японская компания представила свое видение ближайшего будущего. Сама Sony назвала это концепцией творческого видения игрового процесса. Sony уверена, что в ближайшие 10 лет наш мир будет многослойным. В нем без каких-либо границ будут пересекаться виртуальная и физическая реальности. Также в ролике Sony показала необычные устройства, планшет без рамок и толщиной с лист бумаги, овальный смартфон и портативную консоль с летающим экраном. Посмотрим, что из этого смогут реализовать в ближайшем будущем. Погнали дальше. Компания Menti Robotics представила человекоподобного робота MentiBot, понимающего естественную речь людей. Робот умеет обучаться на живых примерах и поддерживать диалог с собеседником, используя для этого технологии искусственного интеллекта. Авторы позиционируют разработку как персонализированного робота с искусственным интеллектом, способного к самообучению. Он может бегать, ходить боком и даже поворачиваться, как человек. Кроме того, он умеет поднимать и переносить тяжелые предметы. В MentiBot используются алгоритмы искусственного интеллекта, включая модели обработки естественного языка. По словам Menti Robotics, их разработка не ограничена набором команд и даже может вести беседу с человеком. Таким образом, пользователи могут давать роботу команды на естественном языке. Кроме того, робот может обучаться простейшим бытовым задачам на примере людей. Его руки и кисти обеспечивают полный диапазон движений и достаточную точность для выполнения основных задач. К примеру, он может легко научиться расставлять столовую посуду. MentiBot будет представлен в нескольких вариациях, а первые массовые поставки запланированы на 2025 год. Пользователи смогут приобрести бытовую версию, способную заниматься домашними делами, а также коммерческую версию бота для ручного труда. Сейчас же мы покажем то, от чего потекут целюнки у наших подписчиков-геймеров. Компания Clovence представила компьютерное рабочее место в необычном исполнении в виде боевой станции на гусеничном ходу. Это рабочая станция J-20 Gatling. Со стороны она похожа на боевой мех, пилотируемую человеком бронированную и вооруженную машину из будущего. Чтобы сесть в кресло пилота, крыша станции с кронштейном для трех мониторов поднимается вверх. По бокам кресла смонтированы два макета скорострельных пулеметов системы Gatling. Преимуществом рабочего места Clovence J-20 Gatling считается обеспечение оператору нулевой гравитации, возможность работать сидя, полусидя и лежа с массой комбинаций для рук, ног и позвоночника. Все это позволяет минимизировать нагрузку на мышцы человека, которые, в общем-то, эволюционно не приспособлены для сидения в кресле. Данное решение также повышает производительность труда, и, что более важно, положительно сказывается на здоровье оператора. В базовой конфигурации рабочая станция Clovence J-20 Gatling предлагается в США по цене 4200 долларов. И какой же кик без космоса? Во время прямой трансляции с испытательного полигона SpaceX в Техасе на видео попал момент мощного взрыва, произошедшего во время наземных испытаний ракетного двигателя Raptor. Двигатели Raptor будут использоваться в гигантской ракете Starship, самой высокой и самой мощной в истории, которую планируется задействовать для освоения лунной и колонизации Марса. Поэтому SpaceX проводит тщательные испытания этих двигателей. Аномалия, возникшая в двигателе, сначала привела к первичному взрыву, а затем вторичному. Предположительно, второй взрыв был вызван накопившимися в воздухе парами топлива. SpaceX не предоставила никакой обновленной информации об инциденте. Однако, учитывая, что для компании подобные ситуации не в новинку, вероятнее всего, никто из персонала SpaceX не пострадал, поскольку находился на безопасном расстоянии от места испытаний. А вот та же SpaceX и Omnispace не пришли к согласию по поводу того, мешает ли система спутниковой связи Starlink работе других операторов спутниковой связи. SpaceX заявила, что тесты конкурента Omnispace кажутся странными и не доказывают, что спутники Starlink создают радиопомехи. SpaceX опровергла обвинение конкурента Omnispace о том, что система спутниковой связи Starlink для мобильных телефонов якобы создает помехи другим спутникам. По словам представителей SpaceX, Omnispace использовала эмпирические доказательства, не доказывающие наличие действительно вредных радиопомех. Эти тесты лишь продемонстрировали, что спутники Starlink работали во время эксперимента и их сигнал можно было уловить при определенных условиях. SpaceX указывает и на то, что Omnispace просто продемонстрировала возможность настроить один свой спутник для обнаружения сигналов Starlink. При этом не было доказано, что испытания SpaceX действительно мешали работе спутников Omnispace. Хотя Omnispace также разрабатывает спутниковую связь для мобильных телефонов, компания еще не запустила свою систему в космос. В то же время SpaceX планирует в ближайшие годы вывести на орбиту тысячи спутников Starlink. И, несмотря на возражения, Omnispace настаивает, что ее тесты не причиняют вреда другим операторам спутниковой связи. И на этом у нас на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Не забываем подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе новинок высоких технологий. Следите за техно-новостями также в нашей телеге и в ВК. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому!